Одно из двух наиболее авторитетных изгибов речений, относимых к капусту Кабира, которое представляет собой священную книгу секты Далю Панк. Вот я повторюсь за предыдущим докладчиком, я говорю о условном доверии. В том смысле, что явно все те произведения, которые вошли в это собрание, они не все изгибы авторского имени одного кавира, потому что, наверное, солянка сборная, но тем не менее они все приписываются ему. Типа прописанных. Да, вы, которые засидят, что там в речках есть, там его подпись. Кто-то подписывался, вы видите, что это нормально. Значит, это действительно издание «Авторитетное», которое было изначально изданно на второплачайный инстаграм. В дальнейшем было произведено его хридическое издание, «Подискурсунатхэндива». Вообще оно считается одним из наиболее... Одним из более и менее оптимистичных. Состав, например, Грандхавер, он состоит из трех частей. Это первая часть — это Саки, Густише. По мнению исследователей, это более достоверная, оптимистичная часть. И Саки кондиционно, хотя не везут кем, разделены на тематические рубрики. Далее обычно будут пазмы, которые... Это более объемные стихотворения, которые разделены на части, унифицированные по рамам, на которые эти пазмы исполнялись. Внутри этих частей прослеживается некоторое тематическое распределение. Ну и, наконец, рамайны. Довольно объемные такие вот стихотворения, но, по мнению всех исследователей, это уже комментаторская традиция, и эти тексты автоматичными не считаются. Основной жанр стихов Каберграна Хаваля — это проповедь, обращенная к той или иной аудитории. Реже исповедь или молитва. Ну и вообще, в принципе, умоврительных и философских теологических рассуждений Кабира очень мало. Хотя из всех благосказываний можно собрать, скомпоновать некую схему, некоторую схему, которая лежит в основании его учения. Схема этой в основных чертах согласуется с доктриной Арвайки-Меданки, но имеет некоторые свои нюансы. Так, главные доктринальные постулаты, темы, разворачиванные в стихах Кабира, таковы. Я вкратце перечислю. Всевышний Брахман, запредельный, с себя и непознаваемый вечен, он проницает в собой весь этот мир. Имя его Рама, ну, не совсем имя, это скорее священный имитативный символ, типа слога «Ом». Хотя Кабира признает и другие имена, часто называет абсолютно именем Хари и другими именами, и педагогами Кришны. Называет его Миранджина, чистейший, дневу заимствовав, это у йогов, нахов, это имя. Реже мусульманскими именами Худах, Харахин и другими. Бог един, все божественные имена относятся к другим именам. Это как бы мысль про то, красный страх очень взял, красный литик, и делал мы измер. Сочинение. Значит, Мир иллюзорен, все есть магия, кроме того, все обрезано, все умирает, и в конечном счете разрушится полностью, то есть он не вечен. Находясь во власти Майи и в силу незведения, воспринимающая душа, то есть Манос, Манос, увлекается иллюзорными объектами чувственного восприятия, вещая, и впадает в пристрастие или пороки веках. То есть, что же надо делать? Следует искать Бога раму внутри себя, а не во мне, ибо он внутри каждого, в каждом теле, как говорит Федер, и Кабир особо подчеркивает часто, что Бог и Атон всегда пребывает с человеком. Он, например, говорит, как зрачок, сокрыт глазу, как и Господь в каждом теле. Глупцы того не знают, ищут его снаружи. Имя рамы во всех трех мирах все собой проницает. Пусть огнем горят уловки тех людей, что ищут его вдалеке. Красавица, что почитает Господина и от других желаний отвратилась, тот никогда не покинулся, и на них не оставится не в виду. Чтобы найти Бога внутри себя, неодвижит ему встанно подлинать имя рамы и практиковать любическое сосредоточение, тем самым очистить свою душу Манас, сжечь все пороки, отрешиться от мира, отшить связи в миру. В конечном счете душа Манаса подлежит полному уничтожению, говорит Кабир. Как на примерах, Кабир говорит, душа умерла, и в теле иссякли силы, тогда Харий вышел застать меня на пути, вызывая Кабир Кабир. Кабир сгорели, и тело, и душа от плавной разлуки, мертвая, боли не ведают, знает ее, кто подал. Когда убил в себе душу, все примерно степло улыли, исчезло, самость и оставила. Был ребен, да ушел, на месте Антония остался лишь передел. Ну вот таких примеров про убийство души достаточно. В результате такой саганом достигается полное слияние сравы, растворения в нем, то есть освобождение при жизни Ассансары в геометре, которое понимается как освобождение от смерти, бессмертия. Наряду с этим Кабир повсеместно говорит о необходимости бхарки, любви к раням. Вслед за Вишнуитами он называет такое служение према-бхаркист, или чаще духово-бхарки, бахты-чувств. Хотя такая эмоциональная составляющая в приведенную выше схему не укладывается, точнее она очевидно оказывается в ней излишней. В частности, поскольку излагаемое Кабиром воззрение проразумевает полное уничтожение души Манаса. Что же Кабир говорит о своем бхарки и какое место оно занимает в его учении? Он сразу говорит, Кабир не употребляет термином бхаркилевым. В разных местах говорит об бхарке как о бескорестном служении, о предании себя на милость Бога, самоожержении, о сражении с мирскими страстями. Но прежде всего и более всего Кабир говорит об бхарке как о любви. Преем притри Цанейна в Викрале. Причем в описании такого любовного бхарки широко используют стилистический образный код политический исторический 20-х вишной век. Особенно это проявлено как от мистера Массахи, где одна из самых объемных рубрик глава о разлуке. Другие разделы также содержат значительное количество грустишей, посвященных описанию чувств влюбленной души. В собрании падает порядка 20 стихотворений из 400 полностью выдержано стили и духи крышляетского бхарки. В стихах Кабира имеются и прямые указания на то, какого именно направления бхарки следует придерживаться. Исследователи отличают, что в других собраниях стихов Кабира его бхарки обозначаются как народы. Бхарки народы. В Кабир Гранд Кавали Кабир нередко упоминает народу в одном ряду с другими пробужденными святыми бхарками. В Падах 278 Кабир дает такое наставление «У живых и впустую тратящих жизни в колею бы много. Божий рак, произносящий имя рамы, их сторонится. Тот, кто всем телом погружен в бхарки народы, так переправится через океан бытия». Кабир Судрик и всего имеются в виду воззрения вложенные в народы в акте сутрах примерно начало X века нашей веры, которые излагают концепцию в акте бхагавадов, то есть лишнуитов. Народа определяют в акте как имеющие природу асахти, то есть любовного вовлечения, которое обращено к индивидуальному божеству. Согласно ему, бхагавады самооценно, самодостаточно и спонтанно не требуют никакой поддержки за счет чего-либо другого. Карма, джиняна и йога занимают подчиненное положение. Надо говорить, что хотя они не противоречат бхагавады, они не самодостаточны. Как эмоция бхагавады выше интуитивного познания. Вот видимо на такой абхагавады Табир и призывает ориентироваться. В целом Табир относится к вишнуитам положительно, солидарно. В Садхе, например, он бывает с шахтом, будь он хоть брахманом, не встречайся, встречайся с вишнуитом, будь он даже чандалом, встретившись, обними, вот так вот до столетия выпала. Или благословенно та красавица жена, что родила сына вишнуита. Поминая Раму, он стал нестрашен, все остальные жены остались без сына. Или два друга у меня, один вишнуит, другой Рама. Тот дарует спасение, а этот побуждает поменять имя Раму. В вкладах следуя установившейся проповеднической практике, Кабир часто перечисляет примеры почитаемых той или иной традицией святых по его предъяванию истинно пробужденных. В этих перечнях нередко значительное большинство вставляют именно в акты вишнуит. Вот один из таких перечней начинается «Зачем этого все выпьянение и не бодрствует никто». Далее идет перечисление только Шукадева, Удхо, Апрора и обезьяна Хануман пробужденными остались. Шамкара пробужден и те, кто служит в Стопосхаре. В Халилюгу пробужденными остались Намадеус и Джайдева. Добавлен такой список, где обезьяна Хануман в статемном предыдущем Карачари и Джайдева и люди не имеют вот такое. Тем не менее, Кабир неизменно упрекает вишнуитам в том, что их вакте не подавающие, не должное. Что же вы так объясните? Почему? Ну, во-первых, Кабир полица и вишнуитут, хотя не только вишнуит, а всех вообще вишнуит, за приверженность внешним богопочитания. Он, например, жевает по своим припяти, надев гирлянды, поставив птиоке, люди сделали себе игрушки и раму. Мало в них богатый, самости много. И полно встречается таких богатых. Во-вторых, довольно расходятся с вишнуитами в конституальном уже отношении. На стихах Кабира постоянно звучит тема, выраженная, например, следующим образом. Имя Рамы всякий произносит, но сухи имя Рама не знает. Это, как будто, уже повторяется, по-моему, я высказанно достаточно часто. Там, собственно, чувство бактии в воскануне Кабира главным образом ассоциировано с разлукой. Разлука, то есть чувство разлученной души, аллегорически представлена как огонь, сжигающий тело и душу, мрежа, как рана стрелы познания, который поражает верующего истинного учителя. Ну, образы эти вполне традиционные, обычно используемые также в бешнуитской лерике. У Кабира, например, их так относится. Либо смерть разлученной падает, либо подай себя удивить. Я не водя с этого пламени, сжигающего меня восемь погаров. Или когда поразил с родной учитель на нем в тетиву, тогда получил я познание. Ранил я в самую сердцевину, крыла разбил сердце. Ну, и так далее. По существу у Кабира в акте это страдание от познания состояния разлученности души с Богом. И это страдание существует на уровне душевных чувств, то есть имеет исключительно эмоциональную природу. Кабир признает даже, что чувственная любовь Кама к Богу допустима и достигает цели сроки, которые приводят к смещению всех страдающих инкентаторов, даже Кама может соединить с Рамой, если кто умеет с ним совладать. Что может сделать бедный Кабир, если Шукадева свидетельствует о том? Шукадева, которого я не раз упоминала, это легендарный сын мудреца Мьяси, который считается лучшим рассказчиком Куран, который упрощил бронь его Кабир Мьяси, не в таком существует, потому что он, наверное, из утра вылетел в виде Пугая, потому что Шукадева, и вылетел в лес подальше от этого мира, и не отвлекался и пройдался в лесу по клонению Кришни. Соответственно, вот он идеальный вар, не затрон и не мирский, и тем не менее он перекликует о том, что даже Кама могут стремиться с Богом. Кроме того, Кабир не противопоставляет к любическому созерцанию чувственному переживанию, но, напротив, свое мечение, свой путь представляет отсоединение обоих этих пути. Он говорит, одним следством достигают чего-либо одного, либо любического созерцания, либо чувственного переживания, либо лёг, либо дно. Кабир, обретший имя Рамы, получаем оба этих плода. В чем же действительно различие между Бахтой Кабирой и Сакуно-Бахтой? Отстаивая монистические взгляды, Кабир порицает экологические призы, за дуализмом, за признание отдельности души от всемышнего. Он, например, говорит, как в зеркале видно отражение от всемышнего и всевышнего. Так же это и два. Кабир говорит, что не доказывать, что Бог и душа два, но того, кто был. Ну, в общем, это прекрасно поднимать эту тему. При этом в другом месте он поясняет, истинное поклонение в чувстве и любви, поэтому душа и отделена от Бога, то есть разлучена от Бога, то есть только для этого, для того, чтобы возникла Бахту. Но для Кобира душа отделена от Бога только в этом мире, в сансаре. И это нужно надевать в самом реале к вам. В мире ином, даже при жизни, душа, в состоянии диван-мута, душа сливается с рамой, растворяется в нем, как таковая исчезает. Кобир, например, говорит, я головня в окне разлуки, разгораясь дымом и зайду. Пусть сгорю до конца, тогда от разлуки избавлюсь. Моя душа поминает раму, моя душа пришла к раме, теперь душа стала рамой. Перед кем голову склонен? Соответственно, Бахты для Кобира не самоценны, как для Вишнуида. Бахты чувств, это было бы много лет, принадлежит только этому миру. И потому оно тоже не вечно. Оно исчезает, когда происходит северность абсолютно. Бахты лишит советского богопознания, так же, как и йога. Он, например, говорит, если конь душа по пути устанет, подстегну ее к лету любви. Вот, собственно, и все Бахты. Душа, как таковая, Бога не достигает. Это тоже он подчеркивает. Поэтому в соединении с возлюбленным Бахты перестает быть. Кобир говорит об этом состоянии, куда ему роведет, не взберется, где не удержится и горчичное верно, куда нет доступа ни души, ни электриум, куда добрался Кобир. Для Вишнуида такая точка зрения не приемлема. И Кобир порицает их как раз за то, что они не способны или не готовы, точнее, сделать этот последний, как он полагает, самый главный шаг. Они не готовы отказаться даже не от себя, но от сознания собственного яма, от самости, а утратить Бахты. Благодарю внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ